Опустела Но все спешат такси Только пусто на земле Одно без тебя А ты, ты летишь и тебе Дарят звезды свою нежность Голос — это самый тонкий музыкальный инструмент, Самый сложный, самый звонкий, Ярче самых ярких лент, Он и хрупкий, словно волос, Он и сильный, как тайфун, Сам в себе имеет голос Миллион незримых струн Мозды развели над Невой И сердце твое не со мной Волшебные годы любви прошли Не знаю, чья в этом вина Я больше тобой не пьяна Вдали исчезают ушедшие дни Осталось, легкое осталось До последней капли Все шло внезапно Осталось И печаль, и радость Словно небедико За ночной удымкой Я иду одна Елизавета Французова Елизавета Французова Ученица вокально-эстрадного отделения Детской школы искусств Саянска Участница образцового вокального ансамбля «Экспромт» Елизавета Французова у нас Впускница в этом году Заканчивает седьмой класс музыкальной школы И уже успела буквально за три последних года Наработать очень много своих достижений в своем творчестве Она является солисткой образцового вокального ансамбля «Экспромт» Лиза поет и в ансамбле И много очень участвует во всех конкурсах сольно Елизавета очень музыкальная и талантливая ученица С 2017 по 2020 годы Она приняла участие в престижных региональных, всероссийских и международных конкурсах Таких как «Жемчужина России», «Сибирь зажигает звезды», «Виват талант», «Джаз на Байкале», «Самоцветы Сибири», «Товарищ песни», «Поющий май» Благодаря которым копилка ее достижений в области обучения вокальному мастерству пополнилась 40 наградами Из них 7 гран-при, 18 дипломов лауреата первой степени, остальные второй и третьей степени Мы решили в этом году попробовать Лизу подать на стипендию И Лиза у нас получила подтверждение, что прошла список стипендиатов Их будет 60 ребят с области, там не только дети школ искусств, но еще и студенты принимают участие в этом мероприятии Так как ввиду сложившейся ситуации награждение стипендиатов не может проходить лично в торжественной обстановке, как это было обычно 18 мая в онлайн-режиме состоится встреча главы Иркутской области Игоря Кобзева с детьми, которые имеют достижения в области искусства и культуры Очень порадовало то, что в этом году Лиза дважды проходила конкурсный отбор в сборную команду Иркутской области для участия в молодежных дельфийских играх России Который состоится в Омске и он перенесен на ноябрь месяц То есть в ноябре, надеемся, что все-таки состоятся дельфийские игры и Лиза примет в них участие То есть там из вокалистов в команду попали только три участника, вот из Иркутска двое и Лиза 9 лет обучения у талантливых преподавателей эстрадного отделения детской школы искусств Натальи Воробьевой и Татьяны Хомлатовой принесли свои видимые, значимые результаты Сегодня Лиза способна исполнить любые произведения российской и зарубежной эстрады и сложные джазовые композиции По словам мамы Лизы и Екатерины, вокальные данные у ее дочки появились еще в нежном возрасте, когда она ходила в детский сад Меня очень долго упрашивал руководитель музыкального отделения в детском саду отвезти Лизу в музыкальную школу Но она просила привезти ее на хоровое отделение Хор, это не мое, я больше люблю вокал Но руководитель меня не слушала, она считала, что я очень молодая мама и это дело упущу Она решила все взять в свои руки и отвела Лизу в саму музыкальную первую школу, но в отделение хоровое Дочь у меня туда отходила, получается, ну и когда пришла в детский сад, мне сказали, что мы ребенка вашего увели, вот вам расписание, пожалуйста, ходите Вот она туда отходила, я на это все посмотрела, как-то мне не понравилось Все-таки я другого хотела Я увела ее к Наталье Петровне Наталья Петровна послушала, буквально там несколько хлопков в ладоши Лиза все это четко повторила И Наталья Петровна ее без разговоров приняла к себе Ну вот, так она по сей день у нас сюда ходит, трудится Очень много трудов, очень много времени проводит именно в музыкальной школе В будущем, я думаю, что Лиза продолжит свою вокальную деятельность или, как сказать, музыкальную деятельность, будет выступать В этом году Лиза заканчивает свое основное обучение в музыкальной школе Но у нее есть еще два года, чтобы отточить вокальные навыки под управлением высококлассных преподавателей Я очень благодарна Татьяне Владимировне и Наталье Петровне Из-за того, что они меня воспитали, большее время я провожу в музыкальной школе И маме я очень благодарна за то, что вот так получилось, за то, что отвела меня Если бы вот не было вот этого момента, то и никто и не знает, где бы я была сейчас А благодаря вот всем этим людям, Наталье Петровне, Татьяне Владимировне и своей маме Мы сейчас занимаемся и все у нас хорошо На вокале просто ощущаешь себя свободно И даже если ты приходишь какой-то нагруженный, то после ухода из музыкалки ты не устаешь Ты наоборот, вот ты сегодня позанимался, это хорошо И приходишь домой расслабленный, хоть и уставший, но в хорошем смысле Если честно, я люблю петь все Все, что дает, все люблю петь Да, джазовые песни иногда бывает очень сложно, но все равно учим Ты поешь, и голос твой зовет С серебрением вытканные выси И пьяня дозволенностью мысли Обещает сказочный полет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый год в детскую школу искусств приходят новые ученики Все они очень разные Кому-то все легко дается и благодаря таланту, прилагая минимум усилий, дети достигают больших успехов Кому-то приходится часами отрабатывать материал Лиза Французова из тех учениц, которые, несмотря на то, что с легкостью постигают предмет, много трудятся Ребятишки приходят к нам маленькими И вот чем хороши наши школьные коллективы Тем, что в коллективе, они, во-первых, разновозрастные И малыши тянутся за старшими Вот я их два года уже наблюдаю Вот были другие девчонки старшие И, видите, были в их тени И как-то вот, ну да, поют хорошо, но есть А вот ушли старшие И они очень сильно, очень мощно и достойно подхватили И вот та же Лиза Французова, она, вот, трудяшка, как все, наверное, в этом коллективе Она очень упорно и долго работала и шла к своей цели И вот в этом году у нее свой значат И это настолько явно, ярко видно Вот первый концерт, который проводил Экспромт и в этом учебном году И вот как она себя сразу проявила То есть человек работал, у него огромный багаж, база И вот она наработала, и вот она такая То есть видно, что ребенок за эти годы Безусловно развил свой талант Безусловно обрел свои профессиональные навыки вокальные Но еще не учился работать, это самое главное Когда человек умеет работать, он в жизни потом уже может добиться любой цели, которую перед себе поставит Я от всей души поздравляю Лизу, поздравляю Наталью Петровну, как ее преподавателя, мы гордимся Девочка работает, занимается, трудится Все свои таланты старается реализовывать в творчестве И я думаю, что у нее она еще не такая, скажем, опытная Но у нее еще впереди два года учебных здесь у нас в школе А дальше, я думаю, она проявит себя Она собирается идти дальше в профессию И надеемся, что будет у нее все сложиться очень хорошо в ее творческой судьбе Я бы ей хотела пожелать еще большей веры в себя Потому что у нее немножко еще, скажем, не устоялось вот это ощущение, что она много может Верить в то, что у нее очень много запаса энергии и силы, и ее таланта И развиваться надо дальше, надо не останавливаться, идти дальше и верить и в свою мечту, и в то, что у нее все случится и все получится Субтитры создавал DimaTorzok